Москва, центр, за моей спиной Государственная Дума. Многие из вас, кто приезжал в Москву погулять с экскурсией, наверняка и здесь проходили. По правой стороне от меня Манежная площадь, Охотный ряд, ГУМ, Красная площадь, Кремль. А прямо сейчас на часах 9 часов 15 минут. И народные избранники, они же депутаты, потихонечку приезжают на свои рабочие места. И сегодня у меня для вас шикарнейший сюжет. Один день из жизни депутата Государственной Думы. В этом выпуске я практически не буду давать комментарии, но в самом начале хочу дать развернутый ответ. Откуда вообще появилась такая возможность снять подобный сюжет? Еще в августе этого года мне поступило предложение от пресс-службы, что есть возможность снять сюжет с депутатом Государственной Думы. Как выяснилось чуть позже, в сентябре были выборы, человек принимал участие в выборах. И я попросил, чтобы этот выпуск никак не ассоциировался с политикой, с выборами. Я вам даю максимально открытую обратную связь. Давайте сделаем чуть позже. Потому что в этом сюжете основную мысль, которую я закладываю, это создать сюжет один день из жизни. Я сам лично регулярно прохожу мимо Государственной Думы. Мне всегда было интересно посмотреть, как устроен рабочий быт, как устроены кабинеты, что внутри. Хотя бы одним глазом зайти посмотреть. И сегодня у нас у всех с вами есть такая возможность. Сюжет снят не на коммерческой основе. У нас будет впереди отдельный спонсор выпуска. Поэтому я постарался сделать интересный информативный выпуск. Приятного просмотра. Таким образом, я уже на месте. Буквально через 5 минут подъезжает наш депутат, с которым мы познакомимся и пойдем. Доброе утро, товарищ депутат. Друзья, знакомьтесь, Владислав Дованков. Я по вам дам отдельную кратенькую справочку, кто вы. Владислав Андреевич Дованков. 39 лет. Заместитель председателя Государственной Думы. Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди». Вступил в полномочия депутата 19 сентября 2021 года. Время на часах 9.40 утра. Уже совсем скоро. Пленарное заседание. У меня сегодня шикарная возможность провести весь день с вами. Мешать вам работать, задавать вам вопросы. Но как минимум постараться сделать сюжет не о политике, а о жизни политиков в политике. Давайте попробуем. Сегодня прям такой день напряженный. Много встреч, много работы. Владислав, будут задавать такие интересные вопросы. По статусу вам положен автомобиль с водителем? Да. И у вас еще есть второй автомобиль, о котором мы поговорим чуть позже. Об этом у нас будет отдельная зарисовочка. Сейчас вы на работу приезжаете с водителем, вас высаживают и вы идете в Госдуму. Да, обычно вот либо через второй вход, либо через первый приезжаю с водителем. Вот немножко опоздал на нашу встречу 5 минут. Мы через какой вход с вами будем заходить? Мы сейчас с вами пойдем вообще в Дом Союзов. У меня сейчас предстоит экспертный совет по здравоохранению. А потом уже пойдем на пленарное заседание. Мы пришли чуть раньше, до сих пор не могу сам вот уже за пару лет привыкнуть к некоторым правилам, которые есть. Например, что председательствующий должен заходить в последнем. А почему такое правило? Не знаю, до сих пор, что все должны быть уже собраны. И пока все не соберутся, председательствующий не заходит. Расскажи, как это все происходит? То есть получается круглый стол. Сегодня порядка 60 человек, из них 8 или 9 депутатов. Здесь есть эксперты, здесь есть генеральные директора разных компаний, производители медоборудования, лекарства и прочее. Поэтому мы собрали представительный круг людей, которые эксперты по настоящему здравоохранению. И вот в таком формате будем обсуждать повестку. А вот как это происходит? Смотри, повестка есть, вы собрались, обсудили. А на выходе какой-то, знаешь, там вывод? На выходе нужно сделать то-то, то-то. Выводы как раз мы послушаем сегодня результаты работы рабочих групп. И результатом могут быть, например, поручение что-то проверить. Это могут быть результаты новые законопроекты обычно. Вот сегодня, я знаю, мы две будем смотреть результаты двух рабочих групп. Они как раз будут докладывать о том, какую работу проделали и, собственно, какие выводы. Таким образом, у вас на это примерно полтора-два часа, да? Примерно постараемся уложиться в полтора часа, потому что в 12 уже начинается заседание. Повторюсь, сегодня у нас очень важный вопрос назначения членов совета директоров Центрального банка. Таким образом, начало рабочего дня положено. Коллеги занимают свои рабочие места. Заседание будет идти, как мы услышали, примерно полтора часа, чтобы не стоять и не показывать вам эту живую трансляцию в виде отрезка полтора часа, о чем будут говорить. Доброе утро, уважаемые коллеги, хорошо меня слышно? Мы сейчас пойдем познакомиться еще с интересными людьми, которые нам устроят дополнительную экскурсию. Таким образом, у нас с вами будут такие некие перебивочки. Мы пообщаемся и с Владиславом, мы посмотрим, как вообще рабочий день протекает в целом. Прямо сейчас мы с вами перемещаемся на задний двор. Это так называемая вторая парковка Госдумы, которую менее чаще вы видите, когда проезжаете рядом. Есть основная, вот красивая, а есть вторая. За моей спиной проходит досмотр, подъезжают машины. Несмотря что одни и те же номера, одни и те же люди заезжают, есть формальность. Нужно посмотреть, удостоверение все время это дело показывается. В том числе по пропускам, согласовав, точно так же и я мог бы приехать, поставить здесь автомобиль. Знакомьтесь, Лука. Лука, приветствую. Приветствую. Будь добр. Представься, пожалуйста, сам, какая у тебя должность и чем ты занимаешься. Меня зовут Лука Горубин, я заместитель руководителя аппарата фракции. То есть, по сути, я помогаю координировать деятельность всех помощников депутатов, которые есть. Подготовка депутатов к заседаниям, подготовка различных мероприятий, в том числе таких, как совет, который сегодня проходит. Это все входит в зону моей ответственности. Понял. Но нам хочется узнать, знаешь, более таких вот жизненных процессов. Вот где мы сейчас находимся? Сама Госдума состоит из комплекса нескольких зданий. Старое здание, основное, которое мы все видим с охотного ряда. А здесь, в Георгиевской, находится так называемое новое здание. Вот оно чуть-чуть повыше даже, чем старое. За нашей спиной находится также Дом Союза. Здесь находятся несколько парадных таких красивых залов, где проходят крупные мероприятия. В частности, недавно проходил форум, например, Россия и Латинская Америка парламентский. Сейчас проходит экспертный совет и огромное количество круглых столов и других мероприятий. Обычно с этого входа заходят именно гости в Думу. То есть депутаты заходят с фронтальной части, со старого здания. Могут зайти и здесь, но здесь находится такой вход для экскурсионных групп, для технического персонала, который приходит обеспечивать те или иные мероприятия. Они обычно идут с этой стороны. Слушай, вот ты сказал экскурсионный. То есть, грубо говоря, любой человек, который захочет посетить Госдуму, то есть есть экскурсии, можно записаться и пройти? Записаться можно. Обычно это делается все-таки организованными группами. Чаще всего это группы школьников. Старшая школа, то есть для младших обычно это не очень интересно уже, а в старшей школе достаточно большое количество групп приходит. Затем это группа, которых пригласила та или иная фракция в Госдуме. Ну, то есть у нас проходит, например, круглый стол с предпринимателями, и мы заказываем у специального управления Госдумы экскурсионного проведение такой экскурсии. Сейчас на эти экскурсии действуют ограничения в связи с определенными мерами безопасности, но в таких случаях экскурсии проводим мы сами, как сегодня я для вас. Супер. Слушай, ну парковочка у вас, конечно, скажем так, тесноватенькая. Представлялось мне так, что у депутатов она такая более помпезная, как на передней части. Дело в том, что как раз-таки депутаты в основном и паркуются на той парковке, а здесь паркуются сотрудники Думы. А, то есть там-то как раз так, как и должно быть. Там как раз все так, как и должно быть. Так, как и представлялось. Более того, поскольку большинство депутатов не имеет закрепленного за ними автомобиля, то есть его имеют только руководящие посты, то у остальных это машина с водителем, которая их привезла и увезла, а дальше приезжают только по запросу. Поэтому на парковке они постоянно не находятся. Обратите внимание, что за нашей спиной вход номер 10. Ребята, вход номер 10. Слушай, расскажи, пожалуйста, а есть ли те, у кого нет вот этой суеты, что надо зайти, показать удостоверение, машину проверить? То есть есть какой-то статус? Безусловно. В Думу есть несколько входов. Как я уже говорил, этот вход такой более технический для всех гостей. Хотя, конечно, безусловно, любой депутат может им воспользоваться. А с той стороны, куда мы сейчас с вами пройдем, у старого здания, есть целых три входа. Один из них считается такой для депутатов и госслужащих высшего эшелона. Основной центральный вход, где тоже могут заходить в том числе и гости, на которые заказан пропуск. И отдельный подъезд, где заходит только председатель Думы, министры и люди, у которых удостоверение подписано уже самим президентом или премьером. То есть там, как говорится, такой зеленый коридор, то, что ты зашел и как... Нет, там, безусловно, тоже стоит пост охраны, чтобы не зашел никто другой. Но, конечно же, там людей всех знают в лицо, кто там заходит. По закону о депутатах их не имеют права досматривать, поэтому на любом из этих входов депутат проходит без досмотра. Я вам покажу перебивку. Передо мной дом. То есть кто-то может выйти на балкон с чашечкой чая-кофе, и у тебя во дворе Госдума. То есть не детская площадка, а Госдума. При этом это же, по сути, свободный двор. Здесь любой человек может пройти. Здесь не нужно получить какое-то разрешение, чтобы вот здесь на сквозняк пройти. Пройти можно без проблем. Как это? Сотрудники охраны как бы работу отслеживают? То есть это как бы повышенный объект? Безусловно, конечно. Но здесь живут обычные люди. Более того, пару лет назад я попал даже в гости в одну из квартир в этом доме. Это абсолютно обычные люди. Нет, этот дом получается тоже интересный. Мы все хотим про него снять как-нибудь. Обратите внимание, что еще делают акцент, что на велосипедах приезжают. Более того, вам скажу. Мало того, что на велосипедах, так еще и на моноколесах, и на электросамокатах. И такое тоже бывает. Единственное, что в Думу это все заносить нельзя. Поэтому была оборудована парковка как для городских прокатных велосипедов, так и для своих собственных, на которых ездят сотрудники Думы. В действительности депутаты приезжают? Депутаты редко, но тоже бывает. Я, например, летом приезжаю на своем велосипеде или на электросамокате. Интересно. Слушай, расскажи, пожалуйста, хотя бы вкратенько, в двух словах. Я думаю, людям будет интересно, потому что есть спецномера. А мэр расшифровываются, говорят, автомобили Министерства России. Мигалки на них ставят. Какие вообще действительно по отношению к депутатам есть спецсерии, которые действительно... Честно говоря, отдельно какой-то депутатской спецсерии, насколько я знаю, не существует. Есть для высшего руководства Думы, вы правильно назвали, номера АМР. И есть общая серия гаража, которые относятся к разным ведомствам. То есть, посмотрите, все и Министерство, и Правительство, и Думу обслуживают несколько гаражей, которые относятся к управделами президента. У меня вот есть машина, которая возит всех сотрудников нашего аппарата, у нее номер ЕКР. То есть это, можно сказать, такой государственный номер получается? Ну, я, честно говоря, не считаю, что у них есть какие-то спецпривилегии. То есть их дает только спецсигнал. А все, что касается номеров, это обычные номера. Значит, рассказываю. В 2023 году многие руководители ощутили кадровый голод в бухгалтерском секторе. Связано это с увеличением зарплат. По данным сервиса Работа.ру за год зарплата бухгалтера выросла на 30%. И содержание такого отдела, как бухгалтерия, с каждым годом становится все более и более дорогим удовольствием. Чего как раз таки и не скажешь о стоимости услуг первого в России бухгалтерского аутсорс-конвейера МАКа. Конвейерная система производства, разработанная основателем МАКа Александром Лыковым, на протяжении вот уже 10 лет доказывает свою эффективность и помогает предприятиям любых размеров и форм собственности значительно сократить расходы и упростить бизнес-процессы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. Благодаря четкому распределению обязанностей, вместо одного бухгалтера-универсала вы получаете целую команду высококвалифицированных профессиональных департаментов, сосредоточенных на одной поставленной задаче и мастерски справляющиеся с ней в короткие сроки. Уникальный конвейер работает четко, без отпусков, декретов и больничных. Именно конвейерное разделение труда и постоянное совершенствование технологических процессов позволяет МАКа удерживать цены в сегменте на минимальном уровне. И оставаясь верным своим принципам, Лыков и его команда делают качественный продукт, доступный для всех видов предприятий. От индивидуального предпринимателя до крупного бизнеса. Именно профессионалы МАКа освободят вас от погружения в налоговую рутину, бесконечного поиска и проверки новых сотрудников. Даст возможность расслабиться в этом направлении для того, чтобы сосредоточить силы в развитии вашего бизнеса. Там, где действительно нужно ваше участие. А цены на услуги МАКа не повышались с момента основания. И 2023 год, который уже подходит к концу, не станет этому исключением. Ссылочки на первый в России бухгалтерский аутсорс-конвейер МАКа ждут вас в описании. Пользуйтесь на здоровье. Мы продолжаем. Мы сделали такой кружок вокруг Госдумы. По факту мы увидели три объекта. Ну и вот он, собственно, основной. Назовем его главный въезд, такой парадный. По порядку идут три подъезда. Первый, второй и третий. Вот этот первый подъезд, это основной депутатский. Здесь заходят все депутаты и небольшое количество госслужащих, которым дан такой доступ в связи с их высоким статусом. Далее, тот подъезд, через который мы пойдем, он центральный. Второй. И за ним, в самом конце здания, симметрично этому, третий подъезд, он уже только для высших эшелонов власти. Вот я, например, раньше не знал, что оказывается есть, во-первых, 10 подъездов и что разбито три. Я почему-то думал, что именно все депутаты заходят через один самый главный центральный вход. Депутаты могут заходить через любой, но для их удобства сделаны отдельные, где можно не стоять в очереди на проход. Поскольку процедура досмотра занимает определенное время, опять-таки время депутата очень ценно, поэтому его стараются экономить. Забираем номерок, скидываем верхнюю одежду. Знаете, такое ощущение, на самом деле, как будто я пришел не в государственную думу, а в театр. Ну, серьезно, у меня такая ассоциация, как будто сегодня какой-то праздник. Такое здесь, в принципе, светлое помещение, приятная атмосфера. Ну, деловой стиль здесь является обязательным. Ну, само собой. Таким образом, Лука устроил нам подробную экскурсию по Государственной думе по наиболее значимым и любопытным местам. Не обходилось и без юмора. Так, например, мы передвигались вот с такой камерой, справа на экране оператор, а местные телевизионные операторы, так называемая «старая школа», нас подкалывали. Мол, а где? Где невеста-то? Я сначала не понял, а потом «как?» понял. После того, когда у Владислава закончилось первое заседание, уже в 12 часов начиналось пленарное заседание. В первую очередь меня пригласили к Тверям, где собираются все журналисты и сидят в ожидании. Сперва на заседании обсуждались вопросы закрытого типа, которые не под камеру. После того, как они были обсуждены и заседание получают статус открытого, журналистов приглашают, в том числе пригласили и меня. И вот с этого балкона идет полное освещение. То самое место, откуда мы можем наблюдать кадры по телевизору, откуда берут высказывания, реплики, цитаты и после чего все это транслируется в новости. Владислав занимает свое рабочее место, далее продолжается заседание. Но я вам предлагаю сделать шаг вперед и отправиться на обзорную экскурсию кабинета депутата Государственной Думы. Заместитель председателя Государственной Думы. Так точно, это я. Вот это, друзья, я называю эксклюзивчик. Заходим, первым делом нас встречает приемная, правильно? Да, это приемная, это приемная. Вот наш депутат Олег Леонов, поздоровайся. Здравствуйте. Привет. Здесь блок занимает Алексей Геннадьевич Нечаев, лидер нашей фракции и, собственно, напротив мой кабинет. Пойдемте. Соответственно, здесь я могу прийти к вам, оставить какую-то вам бумагу, обращение или какой-то рабочий документ, верно? Более того, вы видели, что у нас часто проходят экскурсии, вполне можно просто подойти и прийти ко мне, записаться на прием. Такое тоже частенько бывает. Слушай, Влад, ну я не буду скрывать эмоцию, но шикарно. Ну это я понимаю, друзья. Вот что-что, но для работы вот так, то есть, смотрите, видно сразу качественно, хорошая, дорогая мебель. Я почему-то представлял себе президент. Вот, вылетела. Я почему-то представлял себе так кабинет президента. Да нет, но я-то привык к мебели, скорее офисной, поскольку большую часть жизни был предпринимателем. Такую удобную, эргономичную, а здесь, конечно, вы видите, да, это все помнит еще советских руководителей, мне кажется, партии. Крутейший вид. Вид на Кремль? Вид на Кремль, да. Здесь как раз любят люди, наши региональные депутаты, когда приезжают, обязательно фотографируются, поскольку здесь вот прям... А, фотографируются здесь у вас? Ну да, 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 здесь прям вид на Красную площадь. Здесь у нас проходят в основном все встречи как раз тоже нашей фракции. Здесь, собственно, экран это мой, я его привез сюда, здесь это не подразумевается. Ну и здесь мы смотрим презентации, какие-то цифры обсуждаем. Слушай, ну расскажи, вот смотри, допустим, ты приезжаешь утром, если, к примеру, тебе не нужно сразу идти на какое-то заседание, то есть ты приходишь, садишься за свое рабочее место, правильно? Обычно, если честно, я вообще вот там сижу, вот вы видите, там практически ничего нету. Обычно мы начинаем вот с такой папочки, это называются материалы. Вот, мы смотрим, какие законопроекты стоят в нашу сессию, ну в очередной день. Подробно разбираем каждый. До этого законопроекты проходят еще через комитет, то есть у них такой достаточно длинный путь, но вот с разбора с пометками законопроекта, которые курирую я, ну например, это законопроект комитета Государственного Думы по бюджету, а я являюсь его членом. Вот, собственно, мы смотрим, анализируем, проверяем, как мы голосуем каждой сессии, мы готовим такой лист рекомендаций, но наша фракция вообще чем отличается от других? У нас нет обязательного голосования, у нас каждый депутат голосует, как он считает нужным. Мы даем аналитику, мы даем рекомендацию, но у нас много случаев, когда мы голосовали по-разному. Ну там вот, например, на скандальный законопроект, может быть, ты помнишь о животных, о том, что регионы сами могут принимать решение, как им бороться с бездомными животными. Ну, например, я категорически против того, чтобы даже давать возможность регионам, чтобы там собак усыпляли. Но есть и регионы, ну, например, Иркутская область, Якутия, там это вопрос жизни и смерти людей. Да, там собаки загрозают деток и прочее, и прочее. А меры и денег, главное, регионам не хватает. Поэтому там часть наших депутатов голосовала за, часть голосовала против. Вот я против. И такие законопроекты есть. Это вообще такого в Думе не было, наверное, лет 20, когда можно голосовать, как посчитаешь нужным. Мне кажется, этим мы отличаемся, и там, если посмотреть на наши заседания, они очень отличаются от других. Обычно как все сидят, ну, вот как мы с тобой видели сегодня на экспертном совете, да, все очень серьезно и прочее. А здесь мы прямо в таком живом режиме обсуждаем, дискутируем, спорим. Ну, в общем, такая фракция небольшая, поэтому обычно она умещается прямо здесь вот за этим. То есть, в первую очередь, работа с текстом. Работа с текстами. Если кто-то из коллег приходит за этим столом, вы собираетесь, ты условно сидишь. Здесь будет какое-то место заниматься. Ну, я обычно вот там сижу, да. Презентация, инфографика. Да, точно. Будь добрый, расскажи, пожалуйста, ну, знаешь, всегда интересно такие вот вещи, типа там спецсвязь, телефон. Что можно показывать? Покажи и расскажи, что нельзя. Да, номера показывать нельзя не буду, но могу сказать, что здесь есть несколько разных телефонов. Это называется спецсвязь. Вот. По ней можно связаться либо там с чиновниками, либо с регионами по закрытой связи. Каждый там телефон определяет особую там связь с кем-то. Ну, достаточно удобно, хотя телефоны такие видно, да, тоже. Все старые, минимум, очень аналоговые, но позволяют, по крайней мере, говорить о том, что... Вот у тебя есть телефон, допустим, там для связи с Кремлем, то есть, например, связаться с кем-то из... Да, ну вот и для этого есть отдельный телефон. С руководством Госдумы есть специально выведенные телефоны. Вот, ну, там они разные, например, там есть вот такие книжечки. Да, то есть, типа, как книжка с телефоном, да? Есть книжка, например, в телефон, да, одна вот такая примерно, это для регионов, другая, это там спецсвязь как раз. А вот это нельзя, но по толщине видно, да, какой... Вот это вот регионы, вот это вот спецсвязь в Москве. Ну, и таких справочников достаточно много. А как это будет, допустим, смотри, давай смоделируем ситуацию. Что-то случилось, ты хочешь позвонить в какой-то из регионов, там, связаться с губернатором. Да. У тебя такая возможность есть, но ты же, как-то по идее, должен звонок заказать или как? Нет, нет, для этого не надо, я просто набираю в случае, там, этого телефона пять цифр, и у меня прямая связь с губернатором. То есть у него тоже такая же связь? У него такая же связь, он точно так же достаточно оперативно отвечает. И он понимает, кто звонит ему? Нет, он не понимает, кто ему звонит, я представляюсь и, собственно, мы говорим. Без, там, секретарей, без всего, то есть это прям прямая связь, она позволяет в каких-то срочных ситуациях, ну, связаться, да. Ну, обычно договариваются, конечно, в какой момент созвониться, но бывает и так, что есть вопросы особой важности, срочности, мы быстро созваниваемся. Здесь благодарности, благодарности много, они разные, ну, главное, это вот благодарность президента, ну, и там, министров, благодарность. Вживую, да, вручалось? Все вживую, да, ну, там даже, например, есть фотография с Михаилом Владимировичем Мишустином. Окна открывать нельзя по разным причинам, не знаю почему, но окна не открываются, поэтому пыли немного. А следующее помещение? Здесь пойдем, да, здесь обычно у меня совсем рабочие совещания, здесь несколько человек работают, ну, в данный момент сейчас они находятся в штабе партии, Ну, вот здесь, видите, еще более рабочая обстановка, что называется. Но это тоже другой сид, или это здесь тоже? Да, здесь мой начальник моего штаба руководил в московском, но обычно здесь мы проводим наши такие совещания неформальные. Ну, здесь вот, например, здесь это моя памятка, мы как новая партия, нужно было выучить всех фамилий председателей комитетов, руководство Госдумы, я иногда подхожу, ну, я наконец всех запомнил уже. Мне вот мой же коллектив подарил в свое время патефон, вот, я его очень люблю слушать. Дальше уже чуть выше начинается зона выставок, и за ней зона пресс-подходов. Я предлагаю нам сейчас, прежде чем мы поднимемся выше, прогуляться чуть-чуть по коридору между зданиями, чтобы понять вообще, что как соединены между собой старое и новое здание, что там находится, хочется немножко рассказать о бытовых условиях, которые созданы в Думе для всех сотрудников и депутатов. Слушай, а сколько вообще всего этажей? Всего этажей в старом здании 11, а в новом здании 16. Если я не ошибаюсь, здесь же, правильно, порядка 450 кабинетов рабочих депутатских или сколько? Ну, именно депутатских 450, а вообще их, конечно, гораздо больше, потому что... Ну, я понимаю, есть депутатские, есть еще дополнительные, потому что люди работают очень много. Более того, есть депутаты, которым положен кабинет просто как депутату, а есть те, кто занимает должность, например, председателя комитета, им положен отдельный кабинет как руководителю комитета. А сколько так вот вообще невозможно сказать? На вскидку сколько вообще человек работает? В Думе, по-моему, порядка 6 тысяч, общее число сотрудников. Около 6 тысяч? Да, но я напоминаю, что мы с вами говорим только про те здания Думы, которые находятся здесь, в районе Охотного ряда, а есть еще, например, библиотека Навернадского, еще несколько зданий, которые относятся к комплексу Государственной Думы. Прогуляться по Государственной Думе с обзорной экскурсией было действительно любопытно, но посмотрите, идешь по широкому холлу, где с регулярной периодичностью устраивают различные выставки, а тут раз и вход в продуктовый магазин, который ничем не отличается от магазина возле дома, все товары представлены, но есть пометки, депутаты обслуживаются без очереди. Цветочный магазин, потому что, конечно, часто у кого-то дни рождения, праздники, и хочется людей поздравить, оббежать, искать цветы где-то во внешнем мире не получается. Есть аптека и две сувенирные лавки, кстати говоря, здесь различные сувениры, именно связанные с Российской Федерацией, то есть с гербом, с логотипами Думы и других органов власти. Собрана вся необходимая инфраструктура. Есть два отделения банка, которыми пользуются сотрудники Госдумы, на которые приходят зарплаты. Этажом выше уже начинается то пространство, в котором проходят основные пресс-подходы. Можете видеть, там вот есть такой задник с флагом России, камеры практически всех основных телеканалов, и здесь именно депутаты дают свои пресс-подходы. Более того, на всех боковых лестницах тоже периодически ведутся какие-то подсъемы, ну, то есть депутаты дают интервью тому или иному каналу на ту или иную тему. Сейчас мы с вами спустимся к тому самому депутатскому входу, где они в основном заходят. Мало кто из людей, проходящих в гости в Госдуму, заглядывает вообще в это место. А оно весьма интересно, потому что... Это первое, да, которое? Да, к тому самому первому подъезду. Там на первом этаже у нас есть и отделение Почты России, и даже парикмахерская и химчистка. Обратите внимание, собственно, вот он тот самый вход номер один, по которому проходит депутат, отгорожен, ну, прокомментируйте. Да, и, собственно, у нас за спиной находится отделение Почты России. Там чуть-чуть в закутке также есть еще химчистка и ремонт одежды. Ну, а прямо перед вами здесь еще парикмахерская. Открыть можно же, да, посмотреть? Ну, попробуйте, загляните, да. Друзья, ну, парикмахерская такая тоже, знаешь, сделана типа как кабинеты, но тем не менее, вот, на самом деле, все, что нужно. То есть ты в процессе рабочего дня можешь отдать там свой костюм, допустим, или рубашку постирать, посушили тебе ее, я думаю, принесут в кабинет. Помощники принесут, да. Постригся, поел, то есть все сделано для того, чтобы ты работал. И работал в удовольствие. И на благо Родины. Вот так вот. На сегодняшний день тебе 39 лет. В следующем году, в феврале у тебя юбилей, 40 лет. И насколько я знаю, я тоже, так сказать, навел справку. Мне, конечно, помощник ничего не приносил, но я посидел, посмотрел. В 37 лет ты получил удостоверение депутата. При том, что ты сам, не москвич, ты из Смоленска. Родился в Смоленске. Поступаешь в 2001 году в МГУ. Да, в МГУ. Заканчиваешь. И далее ты еще обучался. Вот здесь, напомни, пожалуйста. Я помню, что какая-то одна академия, которая как раз связана с... Я много где учился. Но надо сказать, что в Смоленске я родился в военном городке. У меня отец летчик-истребитель. И он там, собственно, служил. А вся моя семья, она из Москвы. У меня дед, академик, химик, номинант на Нобелевскую премию. Собственно, всю жизнь прожил здесь, в Москве. За исключением молодости, когда он учился в Дрездене, где познакомился с моей бабушкой-гречанкой. И они вернулись обратно в Советский Союз. Такое вообще крайне редко было. Только самых лучших отправляли на учебу за рубеж. Это там, конец 50-х годов. Поступил я в МГУ. Да, моя семья, когда отец, собственно, перестал быть уже военным, вернулась вся в Москву. И я поступил в МГУ лучшего страны, на мой взгляд, на исторический факультет. Да, и все это время, конечно, параллельно уже работал. А после МГУ у тебя еще были два этапа получения образования. Это какие? Я вот еще в свое время, это где-то в 2013 году, окончил Сколково, бизнес-школу Сколково. Но это у меня уже не хватало знаний. Ну, я всю жизнь предприниматель. А в какой-то момент Алексей Геннадьевич Нечаев пригласил меня в свою такую научно-производственную компанию, очень крупную косметическую компанию, руководить ей. И я понял, что мне прям не хватает знаний, и пошел учился в Сколково, окончил там такую ембу, так называемую, для топ-руководителя. А потом, уже сейчас, когда я пришел в государственную думу, меня пригласили в кадровый резерв управленческий, так называемый губернаторский резерв. Ну, сейчас в стране половина губернаторов, которые даже больше половины, они прошли через этот кадровый резерв. Очень интересный опыт, два года я учился. Вот несколько коллег в Госдуме, и даже там двое из пяти кандидатов, когда я баллотировался в мэры, они тоже проходили этот кадровый резерв. Поэтому мы, как этот, нас еще и к этому готовили и учили. Как у всех, в течение рабочего дня есть обеденный перерыв. Мы с Владиславом спускаемся на первый этаж, где нас встречает несколько столовых кафетериев. Я вам скажу так. Так, цены не то, чтобы шокируют, и не то, чтобы приятно удивляют. По сути, плюс-минус такие же, как и везде. Но здесь есть интересный момент, что есть отдельная столовая для депутатов. Вот туда мне было интереснее попасть больше всего. Именно там мы и отобедали. Основное отличие этой столовой от всех других, что там есть напольное покрытие, заходят туда только депутаты, и там, внимание, тишина. Нет вот этой суеты, которая нас встречает в течение рабочего дня во всех кабинетах и холлах. Именно там мы отобедали супом харчо, пельменями, выпили по компоту и отправились дальше. Депутат Государственной Думы, ну ничего себе, у тебя есть статус неприкосновенности. Тебя не имеют права досматривать, проверять твои документы. Вот расскажи нам, пожалуйста, что тебе дает вообще вот эта должность, назову так депутату. Скажите, скажите, кабинет раз. Кабинет, да. Сколько у тебя помощников, водитель с машиной? Вообще, все не секрет. Зарплата порядка 400 тысяч рублей. Есть два помощника, которые на платной основе. Есть пять помощников, которые помогают в регионах, за которые я отвечаю. Это в том числе Краснодарский край, Ставропольский край, ну и еще несколько регионов. Это небольшие тоже зарплаты. Что еще положено? Ну, есть разный уровень. Например, есть миф, что у всех депутатов личный автомобиль, личный водитель. Нет, просто есть парк автомобилей, ну, как Яндекс.Такси, который заказываешь, и оно приезжает. То есть нет закрепленных. Есть определенные, там, например, председатели комитетов, да, за ними закреплена машина. За заместителем председателя тоже закреплены машины. Ну, кстати, вот в прошлой сессии я за лето проехался на всех российских машинах. Мы договорились это сделать для того, чтобы постепенно переходить на российский автопром. Все тоже личным примером надо делать. Вот, поэтому я ездил на Москвиче, я ездил на наших Ладах, даже ездил на Газель. Ну, по-моему, ты видел Лену и Лисы, мы это освещали. Ну, такой интересный опыт. Но вот важно, мы осенью приняли это решение, что постепенно при выбытии парк будет меняться на российский автомобиль. Мы как раз такой законопроект внесли летом. Он будет рассматриваться осенью этого года, чтобы чиновники ездили на российских автомобилях. Будем добиваться того, чтобы так и стало. За тобой закреплен автомобиль? Закреплен за мной. То есть у тебя одна и та же машина на постоянке? А как это работает? То есть с тобой водитель 24 на 7? Нет, нет, нет. У него, конечно, есть график условно с 8 утра до 12 вечера. Давай задам немножко каверзных вопросов. Вообще без проблем. Вот один из таких стандартных, шаблонных, которые почему-то прям вот ассоциируются уже с тобой, это именно та инициатива, которую, ну, в частности, можно сказать, ты прям подсветил. Это как раз пересадить чиновников на отечественные автомобили. Я тебе открою такое наблюдение, как-то раз я иду по городу гуляю, взрослые ребята идут и обсуждают, ну и что, они правда, что ли, прям будут ездить на отечественных автомобилях? При этом ты частенько упоминаешь «Москвич, москвич, москвич», и в одном из интервью тебе задавали вопрос, ну, в смысле «Москвич», это же шильдик только от «Москвича», а машина сама китайская. Ты давал там развернутый ответ, что, как, почему, но если не сложно, будь добр, повтори, почему ты считаешь, что «Москвич» – это уже наш автомобиль? Я это еще и внеск был на НТВ, достаточно много меня про это спрашивают, а я просто смотрел международный опыт, в первую очередь на китайский опыт, что у нас как? У нас все иностранные бренды ушли, да, ну все, их нету, это данность, с которой мы сейчас живем. Есть заводы, есть специалисты, есть инженеры, которым нужно обеспечивать работу. Это тысячи, тысячи, десятки тысяч людей. Нужно с чего-то начинать. Не бывает так, чтобы даже когда машины иностранные выходят в новую модель, это занимает 3-4 года в среднем. Невозможно проснуться и сказать, что да, теперь у нас вот все российские автомобили, у них глубокая локализация, там есть специальная шкала баллов, но важно с чего-то начинать. Вот если бы я не встречался с руководством «Москвича» и не знал бы их планы, то я бы, наверное, не решился бы никогда сказать, что «Москвич» станет российским москвичом. У них есть там четкий план того, как они собираются его локализовывать. Да, сначала ты привозишь его в разборном виде, потом собираешь, потом ты его учишься красить, потом у тебя появляются определенные детали внутри, там, торпеда, кресла и прочее, и прочее. Следующий этап сложный, большие такие узлы, которые ты уже учишься делать сам. Но вообще в мире стопроцентной какой-то машины, стопроцентной китайской не бывает. То есть все равно ты берешь где-то коробку передач, где-то тормоза и где-то собираешь какое-то свое, что-то инновационное. В нашем случае гораздо сложнее. У нас санкции мы считали не так давно порядка 17 тысяч. Поэтому постепенно нужно учиться. В Советском Союзе то же самое. Жигули-то не скажут, что российская машина. Это был Фиат. Потом он постепенно развивался. Качество машины так себе. Москвич классный. Я на нем ездил, мне понравилось. И я знаю, как они будут дальше. Дальше. У нас нет вообще никакой технологии электроавтомобилей. российских электроавтомобилей. Эти технологии где-то нужно учиться. Вот это вот учеба в бою. Собственно, мы заходим на восьмой этаж, где базируется холл фракции «Новые люди» и кабинет ее руководителя и Владислава Дованкова вице-спикера. Мы попадаем с вами в холл фракции. Именно здесь все депутаты «Новых людей» проводят свои заседания. Обычно они проходят у нас по понедельникам после Совета Думы. И мы обсуждаем актуальные вопросы на неделю. Распределяется, кто будет выступать по какому из законопроектов или на разминке и так далее. За моей спиной находится кабинет аппарата. То есть здесь, собственно, сижу я и мои коллеги, кто обеспечивает деятельность депутата. А уже дальше перед нами приемная и кабинеты руководителей. Двое сотрудников аппарата сейчас обеспечивают реализацию того самого экспертного совета, на котором мы находимся. Еще двое сидят на рабочих местах. А сколько вообще всего у вас есть человек? Всего в аппарате у нас 9 ставок. На сегодняшний день на них работает 7 человек. А, то есть две ставки свободные? Ну, в данный момент да. Две ставки свободные, друзья. Понимаете, о чем я? Если ролик получится смотрибельный, то, возможно, останется одна ставка. Во-первых, у высоких руководителей, то есть это у лидеров фракции, у вице-спикеров, у некоторых главкомитетов есть большие кабинеты. И, несмотря на то, что основной вход, как мы видим, через приемную, попасть в кабинет к Владиславу можно и с этой стороны. Но попасть сюда может либо он, либо те, кто знает этот код. Соответственно, это в основном его помощники, мы аппарат. И иногда, например, когда в кабинете проходит совещание, сюда заходит специальная служба Думы, которая приносит чай, кофе для большого количества людей. Поэтому для удобства сделан кодовый замок, чтобы никто лишний в кабинет неожиданно не вошел с задней стороны, а те, кому надо, могли туда попасть. Как я уже сказал, сейчас большинство сотрудников находятся на обеспечении мероприятий, поэтому вы попали в кабинет как, скажем, в их отсутствие. Но вместе с тем, здесь находится весь наш аппарат, за исключением его руководителя, у него свой отдельный кабинет. Где твой рабочий? Вот мое рабочее место. Присаживайся. Во сколько ты приезжаешь на работу? Это зависит от дня к дню. В основном это 9 утра -9.30. Бывает так, что приезжаю позже, потому что есть внешние какие-то мероприятия или встречи. Ну вот смотри, у тебя два компьютера. Можешь как-то прокомментировать? Да, прокомментирую. У нас есть как компьютер с доступом во внешний интернет, так и компьютер с доступом в закрытую внутреннюю думскую сеть, где идет вся законопроектная работа, вся база контактов внутри думы, она вся есть в отдельном компьютере с внутренним доступом. Телефон тоже внутренний, правильно? Телефонов есть также два, да, с внешним доступом, который открыто на сайте, мне могут позвонить граждане, и есть телефон, по которому мне звонят внутренние сотрудники. Слушай, ну и до скольки ты работаешь? Опять-таки, все очень по-разному. Я бы сказал, что есть первая рамка, это базовый рабочий деньг у служащего с девяти до шести, но всегда, если руководитель на месте, я тоже остаюсь на месте, ухожу после него. Но руководитель у нас Владислав, то есть получается, правильно? Не совсем верно, у меня все-таки руководителем является Алексей Нечаев, который руководит всей фракции, и Владислав тоже, безусловно, мой руководитель, то есть поэтому, пока кто-то из них на месте, сотрудники аппарата тоже находятся на месте, за исключением случаев, когда выезжаем по их поручению. В силу того, что мы снимаем сюжет один день из жизни депутата, то есть ты, если я не ошибаюсь, ты что поправишь? Являешься неотъемлемой частью в чем-то этой жизни, потому что ты помогаешь, так же, ты и коллеги помогают работе. Конечно. Все мы работаем здесь для того, чтобы наибольшую эффективность получила работа наших руководителей. Такое, знаете, как это говорится, некое делегирование, что-то делать непосредственно депутат, что-то делают, ну вот, люди не заботятся. Допустим, кто-то записался в высокопоставленную группу людей, приходит на встречу с руководителем. Они этих людей будут видеть впервые. Мы, в свою очередь, готовим на них справки, кто эти люди, чем они известны, какие у них все последние новости про этих людей. И, конечно же, перед этой встречей мы приходим к руководителю и рассказываем, к вам сейчас придут такие-то люди, перечень вопросов такой-то, чтобы они были готовы к этой встрече, понимали, с кем они встречаются. То есть на меня была справка? Безусловно. То есть, мы же с Славом познакомились. Я даже вчера, перед тем, как сегодня с вами общаться, посмотрел несколько сюжетов на вашем канале. Ну, объективно. Объективно. Друзья, объективно. Это важно. Почтовые ящики нужны для того, чтобы оставлять корреспонденцию тому или иному депутату. То есть, если вы помните, возле отделения Почты России тоже было довольно много этих ящиков. Большая их часть находится там, но некоторые расположены также по этажам. Сюда помощник приходит, чтобы забрать обращение граждан, которые пришли на имя этого депутата. он открывает свой ящичек, смотрит, что у него там пришло, и потом помощник это разбирает и с депутатом согласовывает, как на это давать ответы. То есть, это все те, кто пишут не через электронное обращение, а от других, что ли? Да, и поверьте, таких обращений очень много. Со всей страны? Со всей страны. В среднем, на имя Владислава в неделю приходит порядка ста. Ста обращений? Слушай, расскажи мне вот такой момент. Вы выходите на пленарное заседание, у вас там на повестке дня обсуждение более или ста законопроектов. Вот простыми словами, ты как депутат, ты же можешь придумать закон. Вот с чего он начинается? Сидишь, ты смотришь в окно, кремл, и думаешь, как так сказать, о народе думаешь. И как это происходит? Ты берешь, пишешь или что? Это же не так. Ну, есть несколько, конечно, идей, как рождать законопроект. Но первое, это вообще в общении с людьми. Вот большую часть законопроектов, которые я внес за это лето, это исходили из встреч. Их было более ста. Люди мне что-то говорят, ну, например, простой пример Тушино. Да, вот москвичи не дадут соврать, Тушино, называется Тушино 2018. Понастроили высоких домов, инфраструктуры никакой. Ни детского сада, ни школы, ни торгового центра, ни поликлиники нет. То есть нужно ездить на соседние станции метро. Соответственно, какое решение, какое предложение? Говорит, почему строятся многоэтажки, когда инфраструктуры нет? Соответственно, мы вносим законопроект о том, что нельзя сдавать дома или новые микрорайоны, если там не построена необходимая инфраструктура. Ну, это вот самый простой пример. Латар, скажи кратенько, а что дальше у нас происходит? Мы сейчас идем на встречу? Встреча, да, с Олегом Мансуровым. Мы будем обсуждать тему космоса у председателя нашей партии, Алексея Нечаева. Я чуть опоздал на встречу, потому что было заседание. Но все равно, я думаю, мы с ним к ним можем вторгнуться. Нам поможет, да, с тобой? Разрешите войти, Алексей Геннадьевич. Олег, проходите. Короче, аж неудобно. Ну, мы можем и здесь буквально тут две минутки. Здравствуйте. Начнем тогда разговор. У нас сегодня просто один день жизни депутата, разрешили подснять рабочий процесс. Хотите там? Мне как-то тебе нужно. Ну, пойдемте туда тогда, буквально там три минутки. Я представлю Алексей Геннадьевич Нечаев, лидер нашей фракции и партии. Олег Мансеров, молодой Илон Маск, с которым мы работали в платформе «Россия – страна возможности». Вместе с ним поставили мировой рекорд, сделали самый большой хакатон в мире. Вошел в книгу рекордов Гиннесса. Собственно, вот так и начинается рабочая встреча. Ничего необычного, все, как и в любой крупной организации и предприятии. Сначала несколько шуток, далее нам сказали «Камера, стоп!» Нам, ребята, нужно работать. Мы отправились дальше ожидать Владислава. Чудесные возможности у нас сегодня просто поснимать, как начинается процесс, когда может прийти, высказать свои идеи и получить поддержку. И тут целый день, да, такие вот коммуникации? Ну, вообще день, каждый день, он как рутина идет, одно и то же, одно и то же. Смотри, сегодня четверг, завтра пятница, у тебя как это происходит? Тебе вечером помощник на электронную почту или принесет на утро бумагу с расписанием, что будет завтра? Нет, немножко не так. Есть, безусловно, такое расписание, например, по понедельникам в 5 часов вечера точно заседание фракции, где мы как раз обсуждаем все законы на ближайшую неделю. Есть Совет Госдумы, где как раз решается, какая будет повестка. Есть обязательные мероприятия, которые постоянно идут, и они, слава богу, уже вот сейчас мы их отстроили, они в таком постоянном режиме. Но каждый день происходит еще каких-то много того, что либо не запланировано, либо то, что такая работа, как раз вот та самая настоящая работа. Сколько я знаю, сегодня у тебя еще запланирована одна из встреч, но я прям попросил, чтобы мы могли с тобой сделать небольшой ужин и сходить в какое-то место, куда нравится тебе, вот как депутату. Отработал, вкусненько поесть, красивое, уютное место. Это я люблю. Это, как говорится, любим все. А что, поедем на твоей машине? Поехали на моей, да. С водителем. С водителем. Вот, друзья, все, поехали с депутатом в ресторан. Где такое вы еще увидите. Слушайте, ну, сегодня прям плотничком. То бывает, подъезжаешь мимо вас, тут никого нет особо, а сегодня прям машин так насыщенно. Нет, машина-то есть всегда, всегда это работает, но сегодня день тренарных заседаний, поэтому вся стоянка и здесь, и там она всегда полная. Видите, вот в три ряда фактически все стоят. Слушай, друзья, как говорится, в тесноте, да не в обиде. В автомобиле мы уселись и пять человек, собственно, отправляется. Как вообще удается в машине поработать? Тогда, знаете, представляется себе так, что депутат, здесь должен быть стол, какой-то ноутбук, наверное, что-то читать. Вот я специально вот убрал сегодня, потому что это, так, конечно, всегда есть много документов, которые ты успеваешь прочитать только в машине, когда особенно какие-то выступления, делаю обычно много, поэтому машину, это хорошее место, как раз, чтобы успеть, то, что ты не успеваешь сделать. Можно сказать честно, иногда я в машине сплю. 15 минут, да? Спалил. Ну, а короткий сон, говоря, даже очень сильно полезен. Это моя привычка. Ну, а дальше, например, буквально приезжаете на какую-нибудь встречу, понятное дело, что есть места типа Госдумы, правительства, еще что-то, там есть парковки, куда вы можете заехать, правильно? У вас как удостоверение какое-то, или пропуск специальный? Да, да, есть специальные пропуска для машин, именно для этого, собственно, и нужна служебная машина, потому что многие места пускают только по пропуску, ну, и по специальному номеру, поэтому, ну, не каждую машину туда пускают. И это, ну, в том числе, позволяет экономить время. Ну, а пропуск мой, он всегда со мной, это удостоверение, вот, которое, ну, лучше не оставлять, ну, и точно не пропустит другое ведомство. То есть, вариант такой прийти, что я Дованков, без удостоверения не получится. Нет, так не работает. Так не работает. А вот интересное наблюдение, вот, например, в Москве сейчас есть такие камеры хитрые. Вот мы сейчас едем, скажут, так, остановите, пожалуйста, мне надо выйти, остановились, там, 10 секунд прошло, опа, 5 тысяч рублей. Курс про такое. У меня, у меня было много инициатив, это как раз одно из таких, трех, наверное, тем, которые, которые говорят москвичи, это парковки. Парковки, причем, но во многих вариантах, ну, например, сейчас проблема стала, что таксисты паркуются и ждут, время выжидают во дворах, а самим жильцам парковаться невозможно. Второе, это время, 10 секунд остановился, тебя оштрафовали. Мы предлагали это время вернуть, как и раньше было, в какие-то времена, там, 15 минут можно было постоять. дальше большая там проблема, которая тоже, она не решается, на мой взгляд, я этим продолжаю заниматься, то, что обещали, что парковки платные будут только в центре, а сейчас они уже там вплоть до до Крылатского платные, то есть они все время расширяются, расширяются, от этого становится еще больше шлагбаумов во дворах, ну, в общем, такая проблема только усугубляется, на мой взгляд. Ну а почему не решают? Вот вы делаете дельное предложение, многие автомобилисты поддерживают, вот даже те же самые, подъехал, 5 минут, мне сколько раз ситуации были, останавливаешься, ты за парковку платишь, и тебе потом штраф нет, 5 тысяч, а выжаловать его, это отдельная история. А хуже еще, если у тебя эвакуируют, да? Еще, да, это вообще бонус. Да, бегай, бегай, лови. Ну, вот здесь, видите, мы как раз расходимся с позицией там, правительства Москвы, о том, что вот так должно быть. Я про это написал несколько писем, законопроекты, рассчитываю, что если у нас получится на федеральном уровне это решить, то тогда, ну, обычно регионы приводят в соответствие с федеральным законодательством. Плат, слушай, расскажи еще, во сколько в среднем в будние дни ты возвращаешься домой? есть какой-то плюс-минус что там, 8 вечера ты думаешь? Нет, в среднем в 9 обычно, но вот с нами едет наш пресс-секретарь, а когда мы вчера разошлись? В 12, да, наверное, на вечерах. Ну, ближе к этому, ближе к 12. Ну, то есть, это ненормированный рабочий день, главное, что, наверное, хуже, что нет субботы и воскресенья, потому что, да, 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 потому что это как раз то время, когда можно встречаться с жителями, проходят какие-то конференции, мероприятия, и все равно, то есть, нет настоящей субботы и воскресенья, вот, а когда идут компании вот летом, но я даже не берусь сказать, это с самого утра и до поздней ночи, мне кажется, мы работаем. Вот сегодня такой спокойный день, мы по таким скромным, мрачный, ну, нет, сегодня тоже в 9 фактически можно считать, что рабочий день будет закончен, если не появятся какие-то вот дополнительные дела. Ну, а когда с семьей время проводить? Ну, обычно семья страдает в первую очередь от этого, но это, это такое есть, но все равно ты же личным примером показываешь, особенно мальчику, сколько можно, ну, и нужно работать. На мой взгляд, лучше, чтобы сын вырос с таким примером, нежели какой-то мажор, который там, у которого все есть, да. А сын у тебя сколько лет? 11. Вот. У Ксении было когда интервью, очень многие ругали, что он учится в частной школе, но он учится в частной школе, это, да, это правда, но он учится в Москве, вот, поэтому... А ругались за счет чего? Ну, потому что это частная школа, да, и что это не совсем правильно. Он, например, учился в школе для предпринимателей, у него уже там свой первый предпринимательский проект есть, я думаю, чуть подрастет и может быть, что-то такое реализует. Пока он отвечает, что хочет быть предпринимателем. Короче, защиту скажу, что там сын у тебя учится в частной школе. Я живу на вторичке в Царицыно, обычный дом, ни ЖК, ни бизнес-класс. У меня многие знакомые детей отдают в частные сады и где-то этот садик стоит 30 тысяч в месяц, а у кого-то 120 тысяч. И они не депутаты, ничего. Кто-то и в частные школы отдает. Я вот учился в университете, у меня много было в группе ребят, у кого родители не депутаты, просто работают и они учились в частных школах. Хотя отмечу, что кому-то это идет на пользу, кто-то прям действительно языки знает, еще что-то, а некоторые приходят и в обычной школе гораздо умнее ребята больше получают знаний, нежели чем в частной школе. Здесь как бы... Ну да, здесь же еще часто и просто локация, что удобнее именно быть в этой школе. Тут другой вопрос. Я-то хочу, чтобы в других городах люди могли себе это позволить. Там есть много мирового опыта, когда это государственно-частные школы, когда там у тебя есть государственная программа, а есть еще настройка как раз вот таких тех самых soft skills до позднего вечера. Меня еще много троллили в какой-то момент, когда я сказал, что домашнее задание в текущем виде нужно отменять. Сто процентов. Ну вот, есть примерно 30 процентов людей, которые категорически отрицают это. В основном это люди более старшего возраста, которые помнят свое домашнее задание. А как сейчас происходит? Есть умные гении вундеркинды, они, конечно, не списывают из сайтов готовых заданий. Но я посмотрел статистику, в день на такие сайты заходит 10 миллионов человек. Ну я помню, ты рассказывал, что получается домашнее задание пришел, списал, да и самое главное, что по-хорошему в школе ты учись, ведь тоже многие родители жалко, какого фига мы работаем, возвращаемся домой, и мне еще после работы уроки делать. И некоторые самежи математику не помнят. И он как бы ребенку объяснить не может, а он с работы злой, и тут как бы математика становится такой вот, самой приятной наукой для дома. Влад, расскажи, пожалуйста, что за ресторан и почему мы пришли сюда, в любимое место или что это? Ну здесь сразу несколько причин, вот сейчас 5.20, да, в 6 у меня здесь встреча с делегацией из Узбекистана, мы будем готовить такую большую встречу, я курирую еще и отношения, развитие отношений с несколькими странами, вот недавно добавилось в Бразилию, а так еще и за несколько стран Северной Африки, но, наверное, главное это Узбекистан, и поэтому мы постоянно встречаемся, постоянно думаем, как гармонизировать наше законодательство, ну и там какие-то совместные инициативы, например, фестиваль пройдет скоро молодежный, в следующем году там приедут из 100 стран примерно делегаты, и вот мы в таком режиме встречаемся, ну, сегодня вот решили встретиться в ресторане, причем ресторан тоже именно узбекский, узбекской кухни. Знаешь, вечер подходит к концу, хочется шутить, обычно представляется так, что депутат, вот у него, не знаю, там какое-то дорогое вино, здесь булка, там черная икра, которая падает, но по факту, что ты любишь есть, вот какие твои любимые блюда на завтрак, вот проснулся ты, что для тебя, классный завтрак? простой белый, либо черный хлеб, виола и вареная колбаса. Ну, а какие любимые такие блюда, если мы возьмем что-нибудь такое серий, знаешь, более колоритное, ну, например, какой-нибудь хороший стейк, или рыбка? стейк люблю, но, все-таки, поскольку я курирую здравоохранение у меня и немножко в этой теме, там, здорового образа жизни, пришлось узнать побольше, вот, конечно, больше, теперь ем рыбу, ну, просто менее калорийно, вечером, не так полезно, раньше очень любил мясо, слушай, любое мясо, такой маленький и картошку, комплимент, ты, как бы, к 40 годам хорошо выглядишь, ну, к 40 тебе еще не наступило, но ты, как бы, лишних, чуть-чуть есть, лишних килограмм 5, вот, уже чувствуется есть, держишься, так, чтобы не избавлять темпы, ну, слушай, мы снимаем выпуски и про недвижимость, я думаю, тебе там аннотацию давали, то, что мы снимаем про жилые комплексы, где зачастую люди нас приглашают в гости, мы показываем квартиры, покупают разные, кто-то покупает однокомнатные, у кого-то 100 квадратов, у кого-то бывают квартиры двухуровневые, ну, естественно, в силу того, что ты депутат, на тебе есть ряд клеймов, что у тебя пинхаус по-любому два уровня, и у тебя, самый главный, у тебя золотые унитазы, ну, как ты московский депутат, и без всего этого? Нет, у меня есть часть принадлежительной квартиры 80 метров квадратных, там, по-моему, 82, но это все известно, поскольку это декларация, и там порядка 400 метров дом, который я построил еще, когда был предпринимателем, до сих пор плачу ипотеку, это тоже все записано в документах, ну, загородный дом под Москвой, не на Рублевке. Ну, а живешь ты где больше, в квартире или в доме? В квартире, в квартире, просто потому, что приходится много работать. Принесли блюда, я себе заказал, друзья, барашка, салатик взял, Влад взял себе. Я заказал себе свежий салат вечером, мы достаточно плотно поели, по-моему, днем с тобой, харчо, пельмени, мне кажется, к вечеру надо чуть поспокойнее, что называется. Слушай, Влад, задамте такие, примурием парочку вопросов и серии, знаешь, когда становишься, допустим, депутатом, занимаешь высокий пост, сразу про тебя вспоминают те, кто про тебя на каком-то этапе в жизни забыл. Друзья, товарищи, коллеги, ты становишься депутатом, ты, по сути, имеешь право взять себе помощника депутата, правильно? Да. Ты можешь выбрать его сам, не какой-то там тендер, салон и так далее. Найти вот сам. Когда ты стал депутатом, занял там более высокую должность, ну что, писали тебе те, кто, о, привет, братишка, а на самом деле не так многие знали, что я стал депутатом, но в школе я был в Смоленске, учился, кто-то меня вот нашел, действительно там через соцсети в университете, но нет, скорее больше порадовались, но, как, друзья могут обращаться, но они точно так же обращаются, как и все люди. У них такие, ну там простой пример, там сейчас у одного, моего однокурсника, там возникли проблемы, что он приобрел жилье, оказалось, что там была перепланировка, да, он просит помочь разобраться в этом вопросе, я ему подсказываю, как раз юристов, которые могут этим заниматься, я им никак по-другому не могу помочь, но и на мой взгляд, это нормально, они вспоминут, но это нет такого, возьми меня на работу, или еще что-то, у нас вообще все там помощники, они либо юристы, либо это наши там тоже же члены партии, которые с нами прошли большой путь. Таким образом, выпуск «Один день жизни депутата» подходит к концу. Наснимал я порядка трех часов, но постарался оставить вам все самое интересное. Я задавал Владиславу разные вопросы и на выходе попытался понять, нравится ли ему эта работа. Ответ однозначно да. Видно, когда человеку нравится его деятельность, глаза горят, ему работа доставляет удовольствие. Но за столом я ему прямо сказал, что я бы депутатом быть точно не захотел. Мне хватило одного дня для того, чтобы понять, вот эта работа, казалось бы, на первый взгляд звучит так сладко и привлекательно. Депутат Государственной Думы ну точно не мое. Что думаете вы по этому поводу? Обязательно пишите комментарий. Нам лишь остается пожать руку Владиславу и подвести черту для этого выпуска. Ну что, друзья, жмем руку нашему депутату. Спасибо, Влад. Огромное тебе спасибо. Знаешь, понравилось то, что так вот действительно легко пустил, показал в кабинетах, рассказал, на машине прокатил, на все вопросы ответил, как день прошел, показал, но для нас-то съемочка заканчивается, мы сейчас чайку попьем и домой, а тебе дальше на мероприятие. Следующее мероприятие это встреча с послом, а потом уже пока мы с тобой собственно общались, еще и нужно будет поехать в офис, обсудить завтрашний день, на завтра встреча с Татьяной Алексеевной Голиковой, нужно к ней подготовиться. В общем, я планировал закончить в 9, но похоже опять в 11. Ждем от тебя результатов, чтобы, как ты сказал, везде было, как в Москве, люди были довольны. А что получится, будем, как говорится, смотреть из новостей, спасибо, ну и надеюсь, зрителям понравится или не понравится, тоже пишите обязательно в комментариях. Итак, я надеюсь, для вас, как и для меня, этот выпуск был интересен, любопытен и пролетел на одном дыхании. Я очень хочу снять еще что-нибудь подобное, один день из жизни другой профессии. Если вы готовы принять участие, вам есть что интересное показать, возможно, показать на том самом контрасте, который я люблю делать, почта моя на экране, все контакты со мной также есть в описании под каждым видеороликом, пишите ваше предложение. Не добавить, не убавить, ставьте лайк этому видеоролику, подписывайтесь на канал, ваше мнение по увиденному высказывайте в комментарии. До новых встреч, пока, пока.